Мы разговариваем о том, что, возможно, такая профессия, как политконсультант, сживает себя. Нет. Мне кажется, что это сейчас будет одна из самых востребованных профессий. Почему? На сегодняшний день в нашей стране уже зарегистрировано порядка 50 партий. В Санкт-Петербурге зарегистрировано уже больше 30 партий. Но разве есть только идеологии? И, наверное, каждый из вас скажет, что на все эти партии идеологии явно не хватает. Поэтому что это за партия? Это в основном те группы. И что такое партия? Это часть народа. И это те группы, которые отстаивают чьи-то личные амбиции или корпоративные интересы. Так вот, мне кажется, задача политконсультантов сегодня быть над партиями и работать, прежде всего, на нашу страну. Прежде всего, мы должны уважать нашего президента, соблюдать законы. Вот я хочу даже немножко пожурить некоторых наших политконсультантов. Ведь принят закон о курении. Давайте будем соблюдать и этот закон. Потому что от каждого из нас, от каждого из нас, насколько мы будем требовательны к себе, насколько мы будем жить по совести, насколько мы будем нравственны, настолько мы сможем оказывать качественные консультации для политиков, и настолько мы сможем преобразить и изменить нашу страну. Я в данный момент возглавляю движение «Санкт-Петербург. Духовная столица». Мы над партиями. И наше движение как раз-таки стремится объединить всех духовными скрепами. Мы очень хотим, чтобы наше общество развивалось не по какой-то идеологической линии. На сегодня у нас много партий, как я уже сказала, много идеологий. Конституции у нас сейчас запрещена одна идеология. Но есть то, что должно объединять нас всех. И вот как раз-таки на это объединение и должны работать все политконсультанты нашего города и нашей страны. На что мы должны объединять наших людей? То, что должно затрагивать каждого. А это прежде всего такие понятия, как жизнь по совести. Это нравственность. Это духовность. Если мы сможем направить наше общество вот в это развитие и объединять духовными скрепами, поверьте, жизнь в нашей стране очень быстро преобразится. Мы забудем такие понятия, как коррупция. Нам не нужно будет столько охранников, столько охранных структур, на которые государство тратит огромные силы, огромные средства. Если мы будем жить по совести, эти институты сами собой отпадут. Дорогие друзья, еще раз вас всех с праздником. Здоровья вам, удачи, благополучия. И давайте вести Россию вперед. И последнее, что я хочу. Вы знаете, давайте все-таки сегодня мы будем больше общаться. Ведь мы пришли сюда познакомиться. Не все, к сожалению, друг друга знают. Я знаю вас практически всех. Думаю, вы знаете меня. И очень хочется, тем не менее, чтобы вы все познакомились. Чтобы молодежь пообщалась с массивными политиками, которые сегодня присутствуют в нашем зале. Очень хочется, чтобы мы отсюда ушли все настоящими друзьями. И не важно, какие у нас партии, какие у нас идеологические пристрастия. Важно, чтобы мы все в нашем городе работали для блага города. Работали для блага людей. С праздником, друзья! Должен измениться тип политконсультанта. Потому что уходит, мне кажется, что уходит время таких веселых циников, политтехнологов, типа Белковского, Суркова. И приходит время таких суровых идеологов. И меняется политический язык, меняется политический контекст. И вот мы должны, на мой взгляд, уловить вот эти вот изменения, вот эти объективный, объективный такой воздух времени. Я вот неделю назад был в Сирии, в Дамаске. Куда сейчас русских не пускают, стараются не пускать, не пускают, причем в наших посольствах. И вот там вот сейчас это все решается. Вот там как раз суровый язык реальной политики прокладывает себе дорогу. Там такие веселые циники-политехнологи не проходят. Они там не нужны. Там востребованы другие люди. Востребованы, востребована другой язык, востребована другая политика. И вот мне кажется, что мы стоим накануне таких изменений. И если мы хотим остаться на гребне волны и понять эту тенденцию, мы должны уловить вот эти изменения, которые происходят в обществе. Но дай Бог, чтобы это произошло. Спасибо за внимание. Екатерина Лебедева, депутация Уппадного Совета Литей-Милов. Политехнолог, застажем, 97-го года, политолог. Что для меня день политтехнолога. Я очень рада, что профессия уже начала, наверное, возрождаться, потому что некоторое время совсем не нужны бы никому. Данное мероприятие говорит о том, что интерес к этой профессии возрастает. Я надеюсь, что все-таки политическая профессия, политтехнолога возродится. И хотя бы где-то плачем, а хоть как-то так. Потому что мы не работали года 4 точно, не работали как политтехнолог. Вот так. Красно. Александр Малькевич, журналист, политолог. Остается востребованной профессией политического консультанта, человека, который может научить именно в сложившихся условиях, в существующей обстановке своего клиента, как ему реагировать на те бесконечные сложности, барьеры, законодательные ограничения и разные прочие рогатки, которые выставляют ему власть и соперники. То есть, кто такие политконсультанты сегодня? Что вы им пожелаете в этот день праздника? Ну, в основном, наверное, все политконсультанты желают друг другу работы, заказчиков, заказов, сил и, конечно, креативных сил, энергии. Потому что, как я и сказал, нужно бороться и с конкурентами, и с властью, в хорошем смысле этого слова, с теми, кто придумывает безостановочные законы, вводятся новые и новые правила, которые ограничивают твою фантазию, поле для деятельности, стреноживают. А политконсультант все равно находит, должен найти выход из этой ситуации и победить сам и победить вместе со своим клиентом. Поэтому вот этих вот заказчиков и сил для реализации заказов в основном все друг другу и желают. Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Зиновкина, и я являюсь депутатом муниципального образования Округ Петровский. Работа политтехнологов мне хорошо известна. Лет 20 я наблюдаю за ними и, более того, принимаю участие сама. И что могу отметить за тот период, когда они работают? То, что, во-первых, это хорошая игра умов, потому что люди, которые занимаются политическими технологиями, это действительно люди, которые смотрят на картину чуть-чуть сверху, умеют играть в командную игру, потому что именно политический избирательный процесс – это такое мероприятие, которому в одиночку невозможно, пожалуй, достичь каких-то определенных, скажем так, успехов. Поэтому очень важно слышать друг друга, видеть и замечать, кто как действует, тем более, как это действуют твои оппоненты. Поэтому, что лично мое отношение к политтехнологиям и политтехнологам, в частности, на мой взгляд, эти люди специфические, очень специфические, потому что они любят быстрые деньги. Вот и все. Очень поверхностные, скорее даже. Поэтому и не случайно тенденция надобности этой профессии со временем, с развитием политической системы как-то пропадает. Но, тем не менее, от этого все равно никуда не деться. Это есть. Мы все время участвуем в каких-либо процессах, будь то политические, избирательные и так далее. Поэтому я лично считаю, что этим должны заниматься профессионалы, а не дилетанты. Тогда и уровень, в общем-то, в обществе возрастет, и отношения людей будут соответствующие. Поэтому, уважаемые наши зрители, будьте профессионалами, занимайтесь то, чем вы занимаетесь, занимайтесь этим делом с самой наивысшей точки ответственности и вовлеченности в процесс. Удачи вам! И помните, что от вас многое зависит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!